Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, всё как всегда. Не с этого ролика я планировал камбэкаться на YouTube, ведь меня не было почти месяц, извиняюсь. В конце этого ролика сделаем конкурс. И я уже почти подготовил очень сочный ролик, где мы прикупили самую мощную, быструю, дорогую, крутую, красивую тачку на этом сервере. Поэтому вот вам спойлер для размышлений, кто видел на сервере, всем привет, пожалуйста, не спойлерите. А сегодня, как ты понял, по названию попри ролика мы будем смотреть на новое обновление 1.9.5. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи в обререгистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей, вип-статус на один день, иди сдавай направо и работай на свою мечту. Уф, фоточка прям для пацанских пабликов, пацаны, разбирайте на аватарке. Ну что, пацаны, что-то с мотора зачастило с обновлениями, реально, они выходят почти каждый месяц. Ну, прошлое обновление, когда было в апреле, ну, 2 месяца, окей. Ну, это уже похвально. Хоть это обновление не очень большое, но мы будем рады, если каждый месяц будет выходить такое небольшое обновление и ждем глобальное обновление 2.0. Поэтому все, как всегда, по классике. Сначала мы читаем чинжлок, все тайм-коды есть на ролике и внизу, перематываю, куда тебе удобно. Сначала мы читаем чинжлок, а после чего идем смотреть это все в реальности. Значит, что у нас изменили? Изменили, исправили очень много багов, улучшили оптимизацию, все как всегда, тра-ля-ля. Разблокированы для покупки номера регионов 193 и 198, кстати. И в элитный кейс добавили кёнигс Джеско, но об этом позже. Самое интересное это то, что они убили систему поимки недвижимости, потому что они добавили агентство недвижимости. Теперь, чтобы приобрести дом, квартиру или коммерцию из ГОСа, необходимо купить токен. Цена на токены и категории зависит от спроса и стоимости недвижимости. Можно купить до 14 токенов в час. Теперь можно пополнить налоговый баланс жилья, максимум на 2 недели оплаты налога. Очень жаль. Добавлена система семей, отдельная от фракций и бан. Теперь вы можете прямо на сервере создать семью и выбрать для нее уникальный цвет. Стоимость создания семьи 50 миллионов. В семье изначально доступно 15 слотов, можно расширить до 500, цена слота 1 миллион рублей. Панель семьи может управлять только ее создателем, он ее может и продать. У семьи есть свой собственный чат. Также ты можешь одновременно состоять и в семье, и в банде. Так что да. И самое интересное, самое наше любимое, это новый транспорт на сервере. Первый это M8 Competition. Второй это TTRS. Третий это GTO 1966 года. Четвертый это Mercedes-Benz SL 22 года. Countach 22 года, Jesco и два мотоцикла CRF 450 и TM Racing. В принципе на обновлении все. Новую функцию завезли, новую семью завезли, тачки завезли. Что еще надо? Погнали проверять. Ну что, первое место, когда мы отправимся, это будет агентство недвижимости, которое бы еще по-хорошему найти, где оно находится. По идее оно должно находиться где-то в центре. Это офисы семьи, это не то. Вот это, наверное. Да, агентство недвижимости, даже есть две метки, ничего себе. Так, мы заезжаем на агентство. Кстати, новый дом здесь стоит, вроде его по стандарту не было. А агентство недвижимости, встаньте на маркер, чтобы ознакомиться с рынком, давай. Доступ к каждой из категории платный, оплатите символическую стоимость доступа и вкунитесь в мир недвижимости. Дома, дачи, коттеджи, квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, мои токены. Здесь вы можете приобрести токены доступа на 1 час покупки недвижимого имущества. В нашем офисе вы всегда сможете узнать, какое имущество и где уже свободный покупок. Ну давайте, например, купим, чтобы посмотреть квартиры, апартаменты 5000 рублей. Ага, мы купили. И здесь тупо у нас ничего нет. Окей, давайте посмотрим дома коттеджа. Ну здесь, конечно, этого и этого тоже ничего не будет. Получается, у меня есть... А, у меня нету токенов. Это только доступ приобрел. Интересно, доступ навсегда или только сейчас? Интересно. Короче, у нас будет объект, это после слёта, то есть в 7 утра у нас, когда приходят налоги на бизнесы и дома. У нас, так понимаю, будет слетать они именно сюда. То есть, если ты поделишь зелёные метки, ты не сможешь её купить. Тебе нужно приехать в агентство недвижимости, купить доступ, зайти. Здесь будет объект, наверное, написан адрес, параметры, там, не знаю, дом, наверное, или кнопочки какие-то. Стоимость, это коз и токены. Здесь ты сможешь приобрести токен. Как только ты приобрёл токен, как я слышал, администратор говорил. Как только ты приобрёл токен, у тебя появляется метка на карте, и ты можешь ехать к этому дому. И тогда ты его сможешь купить. Без токена ты дом никак не купишь. Только вот прикол, сможет ли два человека одновременно купить один и тот же токен и посоревноваться, кто первый купит дом. Вот это тоже интересно. Или ты уже купил токен, и ты уже 100% купил дом. Мне кажется, первый вариант. Но, с одной стороны, прикольно, что теперь нужно стоять вот здесь. Но вы представляете, в 7 утра сколько здесь людей будет стоять. Лучше бы это реализовали в виде аукциона какого-то. Дом, бизнес летает в аукцион. Все желающие могут перейти в аукцион и поторговаться за какую-то недвижку. И самое обидное, знаете что, пацаны? Теперь, если ты сольёшь дом в гос, он слетает прямо вот сюда. То есть, я буквально вчера играл на сервере и такой, блин, я хочу себе квартиру на 12 мест. У меня была квартира на 12 мест. Я её слил в гос и купил на одно место сначала, потом на 6 мест, потом на 7 мест, чтобы меньше платить налога. Я буквально вчера над этим думал, как раз у меня деньги появились, думаю, наверное, надо слить и купить на всякий случай. А потом такой думаю, а что случится? А вот что случилось, теперь я этого не сделаю, потому что, как только я сливаю свой дом в гос... Блядь, что по текстурам это пиздец? Как только я сливаю свой дом в гос, он появляется в этом агентстве недвижимости. Любой желающий успевает купить токен. Даже если в глубокой ночи, мне кажется, там 100% кто-то будет стоять. Кто-то покупает токен, летит на мой дом и просто его забирает на изи. Ладно бы дома стоили одинаково, но сейчас же жесткая переплата будет... Да и почему сейчас? Уже месяца как три жесткая переплата за места. А сейчас, так как это будет еще намного сложнее словить эти дома и бизнес, это ж пиздец переплата будет. Ну что, пацаны, второе нововведение это создание семьи прямо на сервере. Не нужно писать куда-то администраторам, проходите в звон, а сразу создал. Вот, войти в офис, создать новую семью. К сожалению, я не состою ни в какой семье. Кстати, вот вы видите, как она отображается над ником. Вот такая маленькая-маленькая надпись, которая стоит 50 миллион. Это минимум. Создать новую семью. Мы пишем там название семьи. Кстати, английскими символами можно, например, Evan Family. Конечно, у меня нет денег, 50 лямов. Да ладно, можно выбрать разную цветовую гамму. Здесь с тенью даже. Нифига себе. У меня цветов очень много, но было бы круче, если можно было бы именно выбирать самому цвет. Просто RGB квадрат мне сюда засуньте, я бы себе выбрал. И создать семью за 50 лямов. Но пока что семьям никакой функционал не завезли, кроме того, что вы сможете зайти в офис. Это пока что все. Но мне кажется, в будущем мне завезут какое-то специальное обновление для семьи, типа какое-то ограбление для семьи, либо доставка каких-то спецтоваров для семей. Тогда и появится смысл в них вступать, потому что бесплатно это явно не будет. Почему так плохо текстурам? Пацаны, напишите в комментариях, это у меня только или это у всех. Я только перезашел на сервер. Раньше текстуры пропадали на ИКХ, а теперь тупо везде, чел. Ладно, мы приехали в этот салон Boomer, а он теперь уже так называется. А я же, блядь, обновление, я же не заходил. И добавили нам новую восьмерку Competition. Кстати, стоит она как обычная четырехдверная. Спидометр забагался, спасибо. 330, 70 литров в бак, а четырехдверная... Короче, одинаково. Кто хочет купить себе Grand Coupe, кто хочет купить себе Coupe. Давайте заедем, посмотрим на новые мотоциклы. Значит, это CRF 450. Ага, это такое, это Санчес, короче. 350 едет, хуя себе. Стоит всего лишь 4.8, не знаю, будет ли популярным. 15 литров в бак. И TM Racing, это что-то спортивное. 4.700, а, понял. Что-то спортивное. Это GTO, 66-го года. Вот так оно выглядит. 245 едет, 70 литров в бак. 7500 стоит. Ну, капец на любителя этот автомобиль. Мне кажется, он будет еще хуже пользоваться спросом, нежели Impala. Кстати, в последнее время Impala я часто вижу. Может, это из-за того, что они вечно стоят в казино, разыгрываются. Вот, на Impala все нормально с номерами. Понял? Едет так же, бак больше. Ну, мне кажется, она какая-то более попривлекательная, что ли. Почему не добавили этот Charger 69-го? Это же имба просто. Каждый второй будет на нем ездить. Еще с этим снагнетателем. Мув. Чезас. Новая тачечка. ТТРС. Сколько же она стоит? 7 миллионов? Серьезно? Очень дешево. 305 едет. Ой, очень плохо. Ехала бы она хотя бы 310. Она бы создавала какую-то конкуренцию хотя бы GTR. Она едет 305 за 7 миллионов. Ну, блядь. Ну, почему? Хотя бы 310, пацаны, можно было бы написать. 7 миллионов стоит, 90 литров в бак, 2 места в багажнике. Выглядит очень прикольно. А, кстати, на нее обвесов нет. Блин, обидно. МП, МБСЛ20. Сколько? 16 миллионов? Охуеть. Я думал 0-12, но не 16. 16 это очень много. Салон капец. А почему планшет зеленый? Приборка зеленая. Не, выглядит понтово. Кабрик? Да. 335 едет? Неплохо. Что я могу сказать? Крыша снимается? Да. На лето? Топ. Они М4 же убрали, да? Которая кабриолет была? Еще плюс обвеса есть. Блин, я капец хочу этот Марс. Ну, 16 миллионов, чел. Серьезно. Это очень много. Каунтач 22 года. 255 миллионов стоит. Едет 435. 90 литров багажник. Тьфу, 90 литров в баг, 2 вместо багажника. Ну, хз. Напишите в комментариях, вам вообще нравятся новые Lamborghini? Они жопы тупо все одинаковые. Что Сиан? Что вот этот? Который рулет или как он там называется, как я его обзывал? Который в батлпассе был. Какой еще Lamborghini был? Я уже забыл. Ну, вот Сиан. Ну, тупо одно и то же, нет? Стоит так же. Скорость такая же. Баг такой же. Но вот это попиже будет, нежели каунтач, нет? Он выглядит как-то более посовременнее, более завершеннее. Каунтач это такое говно какое-то. Лямов за 100? Да. Но не за 200. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видеоролик получился. Вот такое вот новое обновление на смотру Rage. Обязательно пиши в комментариях, как тебе оно? Как тебе новые системы? Будет очень интересно почитать, успел ли ты перекупить какие-то новые автомобили. А, и чуть не забыл. Вот победитель с прошлого конкурса в прошлой серии. А сегодня давайте разыграем 3 места по 200 тысяч. Все, что тебе нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Да и в принципе все. Да. И в следующем ролике мы подведем итоги на 600 тысяч выходят. Поэтому пиши комментарий, не забывай подписываться на канал. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Подписываться, как я говорил, я даю участие в конкурсе. И чтобы не пропускать новые ролики. Колокольчик, колокольчик. Мало кто нажимает колокольчик. Нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ведь они так часто выходят, капец. И всегда смотреть их первыми. Вот, лайкосик. Это чистая благодарочка мне, моему труду. Чтобы ролик там немножечко залетел. Понимаете? И тут будет дальше продвигать меня. Вот. Ну, я всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.